В понедельник состоялся инфочас с вице-мэром Андреем Филипповым, где ему было задано несколько вопросов. Первый вопрос, интересовавший присутствующих, был о перекрестке около магазина «Авангард». Это перекресток улиц Кангеласты, Крынголь, Металинское шоссе, Выйду, который уже давно требует замены светофоров. Да, я полностью согласен с тем, что данные светофоры не выдерживают никакой критики. Они морально и физически давно устарели, но из-за экономического спада сейчас возможности заменить светофоры на всем протяжении Таллинского шоссе невозможно. Фирмы, которые обслуживают светофоры в этом году, то есть они моют стекла, покраска столбов в этом году будет осуществлена, на которых находятся светофоры. Но основной момент то, что заменить или подправить светофоры, это уже немножко проблематично в том плане, что настолько эти опоры амортизированы, что можно сорвать всю цепочку, которая подает сигналы. И в данный момент из-за отсутствия финансирования, то есть работ по замене светофоров, то есть то, что хочется сделать, привести именно эту центральную магистраль, впадая в порядок и установить там светодиодные светофоры, расширить Таллинское шоссе, пока, во всяком случае, в этом финансовом году это осуществлено не будет. Второй вопрос интересующий журналистов касался работ на дорогах. Что запланировано сделать в этом году? Ну вот по ремонту дорог, значит, на 2010 год из городского бюджета предусмотрено 1 миллион 645 тысяч, и из государственного бюджета 2 миллиона 371 тысяча. В этом году проведены конкурсы, в этом году будет большой ремонт проведен в садоводческих товарищах, там порядка 2 миллионов, там список садоводческих товарищей известен, вот, значит, будет проведен ремонт дорог на улицах города, и будет проводиться ремонт внутриквартальных дорог. Также присутствующих заинтересовали итоги программы сбора опасных отходов в садоводческих товариществах, а именно, как прошел сбор, были ли какие-то проблемы. Также ВИЦМР рассказал о дальнейших этапах проведения этой программы. На сегодняшний день уже проведено два этапа этой программы, то есть первый этап у нас проходил 29 и 30 мая, то есть садоводческие товарищи, которые находились в районе Кулгу, они, как бы, участвовали в этой программе. Значит, я приведу такие цифры, что за вот два дня этого мероприятия, когда машина подъезжала к садоводческому товариществу, был установлен четкий график. В течение часа, то есть машина ожидала того, что садоводы принесут свои отходы, опасные отходы и электроботовые приборы. За первые два дня было собрано 1200 килограмм опасных отходов. Вот я для сравнения приведу цифру, что за весь прошлый год на станцию приема опасных отходов было сдано только 1400. То есть практически за один день это была собрана годовая норма вот этих опасных отходов. Значит, и 3200 килограмм электроботовых отходов. Большинство это было ртульцодержащие лампы, остатки масел, клеев. И, значит, второй этап по сборке опасных отходов, он прошел вот буквально на днях, то есть 5-6 июня, это был второй круг на садоводческие товариства в районе Кудру-Кюла. Значит, за эти два дня было собрано 1280 килограмм опасных отходов и 3820 килограмм электроботовых отходов. То есть вот за два вот этих круга уже общее количество составляет 2480 килограмм опасных отходов и 7020 электроботовых отходов. Значит, следующий круг у нас запланирован на 12-13 июня. Будут охвачены садоводческие товариства района Кудру-Кюла и Ольгинские. График населения может посмотреть на сайте Нарва ЕЕ или Ятмет Нарва ЕЕ.